Расскажите, пожалуйста, что послужило причиной такой ситуации, утром пришли представители? Никакой ситуации нет, дело в том, что люди все работают без договорных отношений, это первое. В течение трех лет, с 13-го года, когда выиграли мы суды, Верховный суд, и сняли с кадастра то, что незаконно было сделано кооперативом, и созданный кооператив на рынок, в рынке был сделан. Это специально, это, вы же понимаете, как может существовать рынок в рынке. Выиграли все суды, и я ишла, письменно обращалась, я ходила устно, постоянно слышала оскорбления, все. Потом мы в настоящее время, вот, целый месяц ходили к каждому человеку, юрист наш, предприятие, ходил к каждому человеку, подходил и просил, пожалуйста, придите, покажите копии, покажите документы, и давайте с вами заключим договор, вот, мы хотим по-хорошему. Ну, люди ей говорят, а мы не пойдем, а мы не хотим, а мы не будем. А на основании чего построились? Нам так сказали. Многие, кто говорит на Плющукова, кто говорит на мэра, вот, пока мэр не придет, не скажет, мы не будем заключать договора. Но в настоящее время очень серьезная обстановка сложилась, то, что пожарная, вот, электросети, такое там творится, вы знаете, может быть и пожар, а потом скажут, виноват кто, директор. Я бы этого не хотела. Мне хотелось бы узнать, откуда свет люди берут, с кем заключили договор, кому оплачут, или вообще никому не оплачут. Мне хочется навести здесь порядок. Хочу еще одно заметить, что мясной корпус полтора года не делает обработку, это грозит городу нашему, это очень серьезно, и мне бы хотелось, чтобы я, во-первых, беспокоюсь за наших посетителей, которые здесь бывают, и покупателей. Это, в первую очередь, я должна для них делать какие-то и блага, и нормальная работа должна, я отвечаю за это. А обработку не делают, договор не хотят заключать. Мало того, что проезды ночные, ночью постоянно вот так ездят, непонятно, кто по рынку ходит, это тоже. А потом говорят, крашен. Это ненормально, это неправильно. Мне бы хотелось навести порядок. Документы мне однократно показывали журналистам, оригиналы. Уже просто надоело это. Вы понимаете, надо наводить порядок, надо, чтобы все было нормально. Я хочу, чтобы люди работали. Кто не хочет работать, я не могу их держать здесь. Кто не любит меня, я не прощу меня любить. Работайте по закону. Есть многие, которые вообще не платят налоговой. Очень многие. Мне хочется ввести деятельство. По пять магазинов люди имеют, нет никаких вообще документов. Это тоже неправильно. Вообще давайте по закону работать. Да плохо, что наводский мэр. Вот писала газета, можете там заснять, вам покажу. Ну, верховенство право. Это легло и президенту на стол. Это везде это уже есть. О этом рынке вся Украина уже знает. Но нет бы мэр вызвал и сказал, давайте с вами поковыли, мы будем работать нормально. Да, выиграли все суды. Да, вот я виноват. Но человек не хочет признавать свою. Ну, я не виновата в свою вину. Выйди и скажи, ребята, все, кооператив создан незаконно, противозаконно. Мы обязаны делать все, чтобы было по закону. Наводский этого не хочет. Ну, не хочет, значит, я буду своими силами делать. Я обратилась в лорьки по Ницце. Я обратилась в МВД. Я обратилась к начальнику милиции и сказала, что будет общественность помогать мне. Потому что, в самом деле, никто мне не платит денег. Нет, люди бесплатно помогают, чтобы был порядок. Потому что, постоянно, когда я выхожу, начинается драка. Оскорбление. Люди говорить не могут, люди кричат. Вот Крэйнюк, первый ряд, который стоит в Крэйнюк, у нее два торговых места огромных магазина поставила. А еще сзади стоит, прям мешает колонке. Она свой контейнер установила. На основании чего? Я подхожу, говорю, почему вы говорите, что вам мешает работать? Вам никто не мешает. Ночью я стою, сама бывает часто дежурю. И пропускаем, и заезжать. Но никогда деньги люди не хотят платить. Подождите, асфальт я вложила, я вложила деньги. Я работала, как вот, как самом деле это полагается человеку. Я все делаю, все услуги. Люди стоят у меня, извините, налоги плачу. У меня стоят, они ни за что не платят. Это неправильно. Хорошо. Какая часть предпринимателей вам не платит? У вас более 150 предпринимателей. Сколько? Более 200. А, даже так. И они все не платят или не платят какая-то часть? Нет, часть не платят. Вот те, которые самые крикливые, это все не платят. Это все, которые сделали сам мастрой. До Верховного суда мы выиграли все суды. Федоренко, первый, который в продуктовом рынке, они не имеют права торговать промышленным. У нас разделены зоны. Промышленные есть промышленные, продуктовые есть продуктовые. Они обязаны работать по закону. Правила торговли никто не отменял. На сегодняшний день я издала приказ, два месяца у нас идет инвентаризация. Мы должны знать, сколько занимает человек место, сколько магазинов у человека, платит ли налоги он. Потому что с меня спрашивают, скажут, а что ты их покрывала? Они говорят, что налоги они платят. Говорить это не значит, что они платят. Я пошла, они говорят, что мы не можем, половины у нас нет. Фамилии называют те, которых вообще здесь нет. А сколько договоров заключено? Ну, где-то 50 есть. Может даже меньше. Врать не буду, я почитать просто, если надо. Но 40 это 100%. Они мотивируют отказ платить вам за аренду земли тем, что у вас нет кадастрового номера и акт зарегистрирован по другому адресу. Скажите, пожалуйста, вы же грамотный человек и вы видели госакт. Кадастровый номер не нужен. Если мы захотим продавать, мы кадастровый номер сделаем. Мы не продаем, мы работаем, как положено, мы пользуемся. Но они зарегистрированы по другому адресу. На этом они и стоят. Ну, предприниматели. У меня вопрос к вам. Мы сдали в эксплуатацию рынок Химиков-27. Вы заходите в админздание Химиков-27. Подождите. Решение сессии Химиков-27. Решение сессии 2005 года никто не отменял. Рынок продуктовый Химиков-27, промышленный Химиков-19. Четко решение сессии. Его никто не отменял. Другой номер, что это не у нас юридический адрес Химиков-27. Да, я понимаю, там идет расследование по Питусе, или кто там у нас, Навацкий, Денов, кто там участвовал. Вот это же люди, которые здесь участвуют. Им выгодно, чтобы было здесь непорядок. Им выгодно, чтобы был скандал здесь. Да не будет. Я столько лет здесь, не будет этого. Будет здесь порядок. И будут люди работать по закону. Хотите, работайте. Не хотите, рынков много. Сделайте свой рынок, постройте. Извините, я 300 тысяч заплатила власти, Южинскому исполкому. А от этого я ничего не имею. Вы говорите, что не будет скандала, но скандал все равно есть. И он периодически возникает. Вот вы хотите, чтобы они в правовом поле. В суде сейчас, в Коминтерново идет суд, предприниматели судятся с исполкомом. Насколько мне известно о том, что они незаконно вам в 1997 году выдали этот акт на землю. Или что-то такое. У меня вопрос тогда к вам, если вы задаете в журнале, если вы должны знать и правовые проблемы. У меня вопрос такой. Рынок построен, рынок сдан в эксплуатацию. Предприятие заплатило 300 тысяч. Извините, какое может отменять что-то? В договоре строительства, понимаете, это мошенничество. Это власть заводит заблуждение предпринимателей. Кто такой предприниматель? С нами судится Федоренко, которому было 10 лет, когда нам выдали ГОСАП. Не смешно ли? Скажите, какие я его права нарушаю, если Верховный суд, он проиграл. Я в суде ему на днях говорила, кто тебе мешает прийти и заключить договор. Я же тебя не сношу. Хотя могла снести. На сегодняшний день уже жалобу удовлетворили. Исполнительная служба наказывает дисциплинарно, что они не выполнили решение суда. Вы понимаете, я в правовом поле. Я могла взять, снести и показать силу, тогда мы ее почувствовали. Так как я это не делаю силой, но порядок должен быть. Что значит, не выходи, мне говорят, не ходи по рынку, не выходи. Это наш рынок. Это что это такое? Подождите, хватит, эту точку надо поставить. Если не хочет городской голова принимать меры нормальные, чтобы не было конфликта, принимаю я. Было же такое, я пошла на уступок, обла администрация пригласила и сказали мэрии, что, пожалуйста, наведите порядок, чтобы было нормально, все и шло в правовом поле. Что они сделали? Он взял свое распоряжение, отменил. Когда я начала говорить, идите инвентаризацию, делайте вы. Я буду сзади вас. Он это не захотел. А знаете, почему не захотел? Огромная была ошибка в 2007 году, на Васке сделала инвентаризацию. Я это сейчас признала противозаконным, потому что они не имели права на частной собственности это делать. Но вопрос другой. Он сейчас не хочет делать инвентаризацию, потому что людям Решак описал, что можно строиться. Кто имел право на это делать? Только мы имели, потому что мы собственники. Тут, понимаете, люди... Я ходила очень долго. С 13-го года, посмотрите, у нашего предприятия за 10-2006 года по настоящее время потеряли 14 миллионов. Куда эти деньги делись? Кто-то что-то построил? Нет. Туалет я привела в порядок, обмен здания я привела своими путями, вложениями моих друзей, моих людей. Почему кто-то должен работать, не платить ни за что, а кто-то должен кого-то содержать? Не будет. Конфликт уже существует. Какие ваши последующие действия? Последующие действия по закону. Все по закону. Пусть приходят, заключают договора, будут стоять. Ну, те люди, которые там препятствуют деятельности, это те, которых вот позвали, они говорят, нас попросили, люди, которые прикрывают лицо молоком. Сейчас грипп, чтобы меньше болели люди. А, то есть это люди, которые защищают себя от вирусных респираторных заболеваний. Правильно, правильно. То есть это не военизированная какая-то охрана, это не бойцы, это просто люди боятся гриппа. Правильно, я так и сказала, я предложила, купила маски такие белые, говорят, ну не пойму, скажешь, что санитарию тут проводим. Поэтому никаких нет. Во-первых, скажите, пожалуйста, как я могу свой рынок сама захватить? Собственник захватывает свое. Да привет. Где вы были, телевидение, и вы тоже в том числе. Когда захват был тут с избиением меня? Ну, когда это было, в каком году? В 2006 году. Ну, тогда еще репосты не существовало, а Катя еще не работала. Никто не отреагировал. В южненском телевидении. Во-первых, про предупреждение, да, расскажите. Предупредили, уведомление мы всем предпринимателям дали. В течение, что до третьего часа, мы просим вас прийти. Ни один человек не пришел. Мы почти так ходим, говорит, а мы не пойдем. А нам сказали, нам Денов, Навацкий, Плющиков, сказали, не иди. И она ничего вам не сделает. Не платите. Она там без денег, да мне достаточно денег, я состоятельный человек. У меня нормально, все, мне хватит. Но если вы не хотите работать по закону, я просто рынок вынуждена закрыть. По причине того, что по технике безопасности людей я обязана закрыть. Я или навести порядок должна, или закрыть его. Как вы будете это делать? Вот сегодня утром он был открыт. Люди пришли, оставили свои рабочие места. Но в чем его закрытость будет в таком случае? Подождите, у меня есть предписание. Облэнерго. Что я не имею права навести порядок, я должна. Вы хотите, чтобы кого-то током дарил. Уже горение заболотное у нас точка горело. Плющикова два раза горело. Вы, это очень серьезно. Хорошо, здесь представители комментариев с КВРС придут, отключать их будут или как? Нет, отключать их не будут. Они вообще непонятно откуда. Это я вынуждена буду закрыть и проверить все документы. Только так. Если люди не хотят так, значит так будет. Но по сути у вас рычагов управления этим процессом тоже не так уж много. Вы постоянно сидите в судах, но вот вы пригласили людей, которые берегут себя от гриппа. Но вот они как бы не особенно, что могут сейчас изменить в этой ситуации. Они будут менять, будет менять мой юрист, будет менять мой зам. У меня есть люди, которые работают в правовом поле. Зачем эти люди там тогда? Молодые люди с маслом. У нас же постоянно драки были. Вы видели, как патриот делает. Вот в августе, по-моему, летом, когда я попыталась поставить своих охранников, попыталась людей, так они начали оскорблять. Меня всех. Вот это надоело на точку поставить. Вы понимаете? Люди должны работать. Кто будет заключен договор, пожалуйста, проходи и работай. Не хочешь заключать договор, пожалуйста, собери свой контейнер, если это твой. Ни у кого нету даже документов на контейнера. Ни у кого нету разрешения, почему они расширили по два-три магазина. Вот это самое главное. Я бы хотела, конечно, может быть, и юрист хочет высказаться. Как вы, как юрист, видите разрешение вот этой вот конфликтной ситуации? Итак, начнем сначала. Кадастрового номера нет. Есть акт на землю, который был выдан в 97-м году решением сессии. Сейчас все голову ломают, что делать, потому что, ну, насколько мы понимаем, предприниматели с этим не согласны. Они зарегистрировали свои участки, торговые точки на другой территории. У Ольги Владимировны ее рынок зарегистрирован по другому адресу. Вот в этом краеугольный камень или нет? Или все-таки не в этом? Я думаю, что краеугольный камень не в этом. Проблемы в нехотении оплатить никому на обслуживающего рынка. Есть конфликтная ситуация, я так понимаю, с 2005 года. И согласно этой конфликтной ситуации люди сделали позицию, что ни тем, ни этим платить не будем за обслуживание этого рынка. Решение проблемы, так вот в двух словах и кратко, я думаю, мы не найдем ее сейчас. То есть просто планомерно потихоньку делать хозяйственную деятельность, вести, знакомиться с каждым личным предпринимателем, заключать, смотреть его документы, обсуждать все проблемы, которые есть у них, все вопросы, которые они хотят обсудить. И потихонечку, планомерно, я думаю, мы выйдем из этой ситуации. Юридически как эта процедура может проходить? Только юридически. Берет предприниматель свои документы, приходит в администрацию. И оттуда начинается диалог. Вот и все. А как заставить предпринимателя прийти? Заставить физически мы не можем. Но тогда это будет бесконечный суд. Бесконечный суд тоже навряд ли, понимаете, потому что есть решение акционного суда о признании его с акта действительным. Все правильно вы говорите, нет кадастрового номера. Но согласно закону, нету, в законе не обязывают временной рамки, когда он должен сделать. 2004 года начали делать, пересваивать кадастровые номера. Да, действительно, поскольку акт сделан в 1997 году или в 1997 году, естественно, кадастрового номера нет. Почему его нет? Это дорого? Это невыгодно? Это, во-первых, деньги стоят. У Джинько в администрации денег нет сегодня, потому что люди физически не платят. Может быть, дешевле было бы сделать его, в принципе? Ну, надо где-то взять из этого средства. Насколько это дорогая процедура? Ну, надо считать, я не геодезист, не знаю все эти моменты, как это все строит. Но хочу сказать следующее, что ничего тут, нету никакой проблемы. Проблема все надуманная больше и раздутая. Если есть какой-то личный неприятный директор, ну, есть другие люди, пожалуйста, есть юридические моменты. Вы можете перейти, показать документы и заключить договор. Если вы считаете, что договор недорогой или еще как-то, то сказать свою позицию, почему вы это не делаете, как минимум. От этого будет уже отталкиваться, и будем что-то делать. А какое должно быть дальше развитие событий с вашей стороны? Вот вы говорите, заставить физически мы не можем. Какие рычаги и какие дальнейшие действия? Сказать так однозначно не скажу. Ну, будем доносить, будем пытаться, чтобы... Потому что у нас есть, по-моему, 49 человек, которые есть договора из 400 на рынке. Поэтому, может быть, они поговорят с теми людьми, которые заключают, а те объясняют, что это не страшно и все нормально. Но там же долг, больше всего пугает долг сумасшедший для них. Все адекватные администрации понимают, что нельзя, ну, надо, знаете, как, заключить договор и начать с чистого листа, а по поводу долга, ну, считаться, как минимум, разбираться в этом. То есть это все индивидуально. То есть нельзя под один шаблон выстраивать весь рынок. Нельзя. Я прошу прощения, просто есть люди, которые вообще никому не платили эти 10 лет. Это самое главное. Вот это и в этом-то и проблема, что люди удобно не платить. То есть ситуация конфликта, она удобная сегодня. Поэтому вы разбираться и входить будем. Она просто удобная, не больше. А сколько квадратных метров от рынка Вячеслава? 0,60 вектара. 0,60 вектара. Вот так. Вот, пожалуйста, все есть. Есть выкипировка, есть четко отбитые точки, есть координаты по геодезии. То есть все это есть. И когда говорят, что у нас нет ничего, ну, как минимум, кроме слов, ничем это не подтверждается. То есть если мы ходим каждому патру лично с папкой документов, то нам кроме слов, рассказывания бытовых проблем Вячеслава, непосредственно Ольги Владимировны, рассказывающего каких-то слухов, ничем не подтверждается. То есть просто хотим выяснить юридическое пребывание, основание каждого предпринимателя, на каком основании он ведет здесь хозяйственную деятельность. То есть все. Есть ли у него вообще документы. Потому что сегодня я вижу, что это просто серая точка здесь. Хорошо. Сегодня чем это закончится? Люди, которые прячутся от гриппа в масках черных, они уйдут. Что будет с этим? Ну, это не ко мне. Я юрист. А процедурно? Вот вы говорите, будем уговаривать. Ну, достаточно долго эта ситуация длится и до сих пор не уговорили. Вот если дальше не уговорят, что дальше? Я думаю, что раньше немножко все было по-другому. То есть если каждая сторона конфликта этого пыталась, скорее всего, с позиции, может быть, угроз и силы какие-то вопрос. Я имею в виду частность предпринимателей, что у нас много, мы долго, вы уйдете однозначно. Но я думаю, что в этом неконструктивный разговор, нужно все-таки сесть за стол переговоров. И в первую очередь, и им это выгодно, и в конечную очередь, эти люди, все предприниматели, это наши клиенты. Мы хотим только с ними дружить и помогать им развивать рынок. Вы сегодня обратите внимание, рынок действительно в ужасном состоянии. То есть если сравнить любые другие рынки, мы понимаем, что это как минимум 90-е. Ну, не есть нормальный. Переставьтесь, пожалуйста. Меня зовут Добусин Павел Викторович. Может? Да, конечно. Здравствуйте. Алло. Да, я. Ну, это болеющие длицы. Сейчас я тут закончу. Хорошо? Хорошо? Все. Хорошо. Все. Показывай. Боже. На всю область. Света, я здесь очень красиво получила. Я тут уже пообили. Понял. Спасибо.